Радио «Вера» представляет Также сегодня мы вспоминаем святого благоверного князя Владимира Новгородского, преподобного Павла Припростого. Святой Иерофей, епископ Афинский, жил в первом веке нашей эры. Он вместе с другим великим святым Дионисием Ариапагитом был членом Афинского совета старейшин Ариапага. И также вместе с ним был среди тех, кто слушал проповеди апостола Павла и принял у него крещение. Святой Иерофей был поставлен Павлом Афинским епископом. По преданию, епископ Иерофей присутствовал вместе с Дионисием Ариапагитом при успении и погребении Пресвятой Богородицы. Скончался святитель мученической смертью. Его особо почитают в Греции и Испании. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией Церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь не поклоняется им как Богу, а воздает честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и просим сегодня святого Иерофея. Моли Бога о нас! Святитель Гурий родился в небогатой семье, служил управляющим у одного князя. Однажды, по клеветническому обвинению, его посадили в тюрьму. Выйдя на свободу, Гурий принял монашеский постриг в Иосифоволоколамском монастыре, известным своим строгим уставом. Со временем он был избран братьей-игуменом и управлял обителью почти девять лет, а затем добровольно оставил игуменство и жил два года простым монахом. После взятия Казани войсками Ивана Грозного на присоединенных землях была создана новая епархия. Жеребий стать епископом казанским выпал святителю Гурию. Он развивал активную миссионерскую деятельность, строил церкви и монастыри. В трудах ему помогал святитель Варсонофий, тверской епископ, основавший в Казани Преображенский монастырь. Мощи этих двоих святых нашел нетленными будущий патриарх Гермоген. Святители Гурия и Варсонофия начали почитать в народе как святых и праведников еще до официальной канонизации. Они входят в сон архиереев, которых церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к ним. Святые Гурии и Варсонофий, молите Бога о нас. Святитель Варсонофий, епископ Тверской, чудотворец Казанский в миру Иоанн, родился в 1495 году в Серпухове в семье священника. Мальчик рано выучился читать и петь и стал помогать в храме. В начале 16 века крымский царевич Ахмад-Гирей попытался напасть на Рязань. Ему не удалось захватить город, но войско крымчаков разграбило окрестности и захватило пленных. В их числе был Иоанн. Он с самого начала воспринял рабство как подготовку к монашеству. Ограничения в еде стали прообразом поста. Плен приучал кротости и терпения. Зато ум был свободен для постоянной молитвы. Кроме того, в неволе юноша выучил татарский язык. Через три года семья Иоанна набрала деньги для выкупа и вызволила его. Он сразу же принял монашеский постриг с именем Варсонофий. Почти через 40 лет с Варсонофием познакомился Иоанн Грозный. Царь обратил внимание на опытного игумена, побывавшего в плену, знакомого с татарским языком и нравами. Иоанн Грозный послал Варсонофия в недавно созванную Казанскую епархию. Он трудился вместе с первым архиепископом казанским, святителем Гурием. Архимандрит Варсонофий основал и возглавил первый Казанский монастырь. Обитель в честь преображения Господня стала средоточием духовной жизни Казани. Через 12 лет архимандрит и Варсонофия возвели в сан епископа Тверского. Сохранились свидетельства о крайней скромности епископа Варсонофия, а также о чудесах исцеления, случавшихся по его молитве. В старости он вернулся в Казань, которая стала родной для подвижника. Мощи святителя покоятся в Казанском преображенском монастыре. Святители Гурия и Варсонофия начали почитать в народе как святых и праведников еще до официальной канонизации. Они входят в сон архиереев, которых церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к ним. Святые Гурии и Варсонофий, молите Бога о нас. Сегодня церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Казанской землей. Этот праздник установлен в 1984 году по благословению патриарха Пимена. Он совершается в день обретения мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского, Волжская Булгария и Казанское ханство. Государства, в разные века находившиеся на этих землях, имели тесные связи с православной Русью. Многие перенимали веру соседей, и она становилась родной и близкой, а для кого-то единственно важной на свете. Мученическую смерть за исповедание Христа приняли святые Авраами и Феодор Булгарские. По старой славянской традиции их именуют болгарскими, жившие в XIII-XIV веках. Вспоминаем мы и мучеников середины XVI века, когда отношения между Русским царством и Казанским ханством обострились, и многие христиане в этой земле встали перед выбором вера или жизнь. В сонме казанских святых также новомученики, пострадавшие за веру в XX веке. Среди них расстрелянные монахи Зелантово и Раивского монастырей. Они являются нашими заступниками и предстателями пред Богом. Церковь обращается к ним. Все святые в земле Казанской просиявшие. Молите Бога о нас. Святой благоверный князь Владимир Новгородский жил в XI веке. Он был старшим сыном Ярослава Мудрого. Всем известна история младшей сестры князя Владимира Анны Ярославны, ставшей королевой Франции. Самого Владимира отец послал править в Новгород, когда тому едва исполнилось 14. Возмужав, князь стал отважным защитником Отечества и благочестивым христианином. Святой Владимир построил в Новгороде знаменитый Софийский собор. По его приказу был сооружен Новгородский каменный Кремль. Скончался святой князь в возрасте 32 лет, через 20 дней после освящения Софийского храма. Туда и были положены его святые мощи. В лике благоверных церковь прославляет православных монархов. В залогах святости – личная праведность, любовь к Господу, труды на благо русского православия. Церковь молится святому Владимиру. Моли Бога о нас! Преподобный Павел Припростый жил в IV веке в Египте. Припростым он был назван за свое простосердечие и незлобие. Преподобный был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и удалился в пустыню к одному из основателей монашества – Антонию Великому. Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял Павла. Он считал того неспособным к тяжелой отшельнической жизни. Три дня простоял Павел у кельи подвижника, сказав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться рядом. Он испытывал его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными бдениями. За свою стойкость и послушание Павел был награжден властью изгонять бесов и даром прозорливости. Преподобный Павел входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг, твердость в монашеских обетах и личную праведность. Мы обращаемся к преподобному Павлу. Моли Бога о нас.